здравствуйте уважаемые соотечественники я начинаю свой прямой эфир и прошу подтвердить что меня хорошо слышно тема сегодняшнего эфира опять же будет бесплатное образование но сегодня мы уже поговорим по конкретным цифрам ясно что когда мы будем выходить на митинг и ранее заработной платы учителям нет а весь прошлый год на зарбаев заявлял вот что заплатим ходили в сети разные постановления говорили что зарплату учителям увеличить до 300 тысяч тенге и все кончилось пшиком собственно вы знаете все что делать правительство назарбаева все заканчивается пшиком многие наши сторонники переживают что вот сейчас назарбаев возьмет перехватит программы двк сделает и все будет у него скажем так хорошо и трудно будет требовать его отставки ну на самом деле давайте вернемся назад год назад я объяснял что те ситуации связанные потом затоплением людей в одних тех же регионов это очевидный процесс которым легко бороться достаточно строить водохранилище по всей стране накапливать зимний весенний период эту воду а летом ее использовать для полива собственно так делает мир давно еще древние египтяне это все делали тысячи лет назад десятки тысяч ну несколько пришли как минимум человечество использует такие приемы ну и собственно что получается назарбаев выделил более 70 миллиард тенге собирал правительство сказали что 22 водохранилище будет построена казахстане ну и что сделано те же самые затопления вот в этом году на востоке в алмате было нет водохранилищ что перехватили идеи что реализовали нет теперь посмотрите по поводу жилищные программы у нас была программа что мы строим как правительство дыка будем строить жилье и ставка будет пять процентов годовых тенге первоначальный взнос будет 5 годовых срок 20 лет назарбаев еще в четырнадцатом году заявлял что процентная ставка будет один два годовых что взнос там вообще будет без носа это люди нашли скрины из нурки зет четырнадцатом году спрашивается а где его была программа четырнадцать до восемнадцатого года не было теперь в восемнадцатом году выходит программой семь процентов годовых 25 лет срок кредита и 20 процентов сумма первоначального взноса ну вы что-нибудь слышали кроме того его заявление чтобы эти программы реализовывались поэтому это при очередной воздух и когда недавно мы заявили о бесплатном образовании тут выходит его дочь давайте вот мы сделаем бесплатное образование давайте мы жилье для учителей и для учителей сделаем специальную программу и врачей вот но это очередной воздух который они регулярно 29 лет гоняет и толку никакого нет вот поэтому я эти все наши программы публично озвучиваю озвучиваю потому что они реализуем и потому что мы их сделаем а нынешнее правительство главе с назарбаевом ничего не сделать потому что у него цель держать население необразованным бедным тогда он может предполагать что может гореть марок морочить голову и дальше и длительное время находиться у власти вот собственно его цель мы сейчас обсуждаем бесплатное образование высшее среднеспециальное и часть реформ должны реформы а деньги которые необходимо выделить на среднее образование поэтому мы сегодня обсуждаем только эту тему мы не обсуждаем дошкольные тему мы не обсуждаем медицину мы не обсуждаем спорт мы не обсуждаем банку астана по банку астана мы ничего другого не обсуждаем только вот эта тема обычно мы заранее озвучиваем тему прямого эфира и стараемся именно в этом ключе продолжать нашу работу. Итак, вы знаете, что тема нашего митинга это бесплатное образование для студентов среднеспециального образования и высшего образования. Мы будем требовать повысить заработную плату учителям, а также преподавателям, которые работают в учебных заведениях среднеспециальных и учебных заведениях, высших учебных заведениях. Также мы будем требовать восстановить питание для детей с первого до четвертого класса включительно, но наши расчеты показывают, что мы можем спокойно экономически вытянуть бесплатное питание для детей и для более старших классов как минимум до 17 лет включительно. Также я вчера в эфире говорил, что государство в состоянии оплачивает стипендии всем студентам, включая даже студентам, которые учатся в частных учебных заведениях. Конечно, многие скажут, а почему нужно платить в частных учебных заведениях? Отвечу просто. Не имеет значения, как образование получал человек, в государственном учебном учреждении или в частном. Главное, что это. Я сейчас оскажу, что не так. Мы его быстро, скажем, покажем, что он не является профессионалом. Очень быстро. Итак, наше требование будет следующее. Бесплатное образование для учащихся среднеспециальных и высших учебных заведений. Я вчера озвучивал, что население платит всего лишь для высших учебных заведений 112 миллиардов тенге. Это порядка 340 миллион долларов. То есть образование частное, оплаченное со стороны населения, вашими родителями, высших учебных заведениях и среднеспециальных обходится в среднем по стране около 500 миллионов долларов. И вопрос стоит, где взять эти 500 миллионов долларов, чтобы люди могли походить обучение. Я сейчас говорю на самом деле об обучении высших государственных учебных заведений, что как будто бы все миллионы студентов вдруг разом переходят в государственную систему образования. Конечно же, это не так. Какой-то процент сейчас в частной системе обучается 55 процентов. Они платят за обучение. И вот я думаю, что из них максимум половина или какая-то часть процентов 30 реально будет в состоянии и готовы перейти в государственную систему образования. Но я в своих расчетах грубо специально делаю запасом, что все переходят в государственную систему образования. Конечно, этого не будет. Но тем не менее, где взять 500 миллионов долларов? Я сейчас хочу это объяснить. Я сейчас вам озвучу цифры для того, чтобы вы понимали, что в стране доходов достаточно. Не только образование бесплатным сделать, не только в школах давать детям бесплатное. Это по тому курсу где-то приблизительно миллиард 200 за полгода. По году, соответственно, у меня сейчас точных цифр нет, но это второй полугодий обычно происходит больше. Там нефть добыли еще больше за последние 4 месяца. И в итоге добыли нефть 86 миллионов тонн. Хотя неожиданно это получилось. Заработал Кашаган. И доходы страны резко увеличились. Так вот, я вам скажу так, что с учетом того, что цены на нефть выросли, если в прошлом году в бюджет страны закладывали 45 долларов за баррель, предполагая, что в этом году такая цена будет, сейчас цена ушла за 80 долларов. И только по экспортной пошлине за нефть страна получит минимум больше, на 3, даже 4 миллиарда долларов больше, чем то, что сейчас по прошлому году страна получила. То есть, я даже консервативно возьму, что дополнительный доход от экспортной пошлины за нефть будет минимум 3 миллиарда долларов. Но это только одна часть доходов. Еще будут доходы, связанные с тем, что у нас доходы по нефти увеличиваются за счет контракторов на недропользование. Там есть формула, которая позволяет государству получать большие доходы, как цена на нефть растет. Соответственно, пропорция перечисления в виде налогов резко увеличивается в сторону государства. Вы все должны знать, я уже много раз говорил, что недра принадлежат государству. Кто-то говорит, вот иностранцы у нас купили недра, нефтяные месторождения или там другие месторождения владеют иностранцы. Это неправда, это не так. Всеми месторождениями в стране владеет государство. И все те, кто разрабатывает эти месторождения, они подписывают контракт с правительством, контракт на недропользование. Так вот, в действующих контрактах заложена норма, которая предполагает, когда увеличивается цена нефти, она уже увеличилась относительно прошлого года почти в два раза. Соответственно, отчисление пользы государства резко увеличивается. И, чтобы вы понимали, в этом году вот эта разница дополнительных доходов будет только по экспортной пошлине минимум 3 миллиарда, а в реальности, с учетом именно налогов, дополнительно связанных с ростом цен, эта сумма будет значительно выше. Я потом дам расчеты, но сейчас это не имеет значения. Я просто беру в качестве инструмента для реализации нашей идеи всего лишь увеличение размера доходов, полученные с экспортной пошлиной по нефти. Вот цифра у нас минимум 3 миллиарда, это дополнительные доходы бюджета на этот год. Вот вам, пожалуйста. Значит, у нас есть в резерве свободных 3 миллиарда. Мы выделяем 500 миллион долларов, и без проблем все те, кто хочет получить бесплатное образование, высшее и среднее специальное, они могут пойти, получить в любых наших учебных заведений, государственных учреждениях бесплатное образование, и правительство вам может выделить спокойно эти 500 миллионов долларов за счет вот хотя бы нефтяных доходов. А их я вам говорю, что от экспортных пошлин дополнительно в этом году добавится, не менее 3 миллиард долларов. И вот у нас еще 2,5 миллиарда долларов свободных денег осталось. Давайте поймем, что с ними делать. Теперь мы говорим, что наши учителя получают в школах мизерную зарплату. Там выступала замминистра по образованию, и она говорила, что вот учителя с трехлетним стажем, но не имеющие категории, с разными доплатами, ну стартовая они получают 56 тысяч тенге, ну всякими доплатами они получают 75-78 тысяч тенге. Меня здесь поправили, сказали, что учителя без категории, которые пришли на работу, у них стартовая зарплата начинает с 45 тысяч тенге. Но я просто ссылаюсь на замминистра. У меня эти данные, конечно, тоже есть, что 45 тысяч тенге, но тем не менее. Так вот, на самом деле, сегодня в Казахстане зарплата учителей составляет в среднем от 60 тысяч тенге до 100 тысяч тенге. Вот такой разброс, да? Мы сейчас видим, что мы в среднем можем увеличить зарплату еще на 100 тысяч тенге, то есть минимум удвоить заработную плату учителей. Учителей у нас всего лишь чуть менее, около 300 тысяч человек. То есть, если мы увеличиваем на 100 тысяч тенге в среднем, это на 300 долларов, то есть где-то около 90 миллионов долларов в месяц дополнительный бюджет должен дойти деньги, ну по году порядка миллиарда долларов. То есть на увеличение двукратной заработной платы учителей по стране нужно порядка 1 миллиарда долларов. Обратите внимание, у нас в руках 3 миллиарда долларов свободных денег, из которых мы 500 сразу направили на образование высшее и среднеспециальное, чтобы наши дети могли там получить образование бесплатно за счет государства. И вот вам еще один миллиард, который можно направить на увеличение заработной платы учителей в 2 раза. Еще миллиард. То есть у нас в резерве теперь осталось 1,5 миллиарда долларов. Теперь мы говорим, что в нашей стране около 70 тысяч преподавателей, которые обучают детей в среднеспециальных учебных заведениях и высших учебных заведениях. Опять же, мы им зарплату также удваиваем. И это дает приблизительно около 250 миллионов долларов. То есть, грубо, 1 миллиард 750 миллион долларов мы уже нашли им применение. И у нас осталось еще 1 миллиард 250. Мы еще теперь поговорим о детском питании, об обедах для школьников. Ну, хотя бы сейчас мы будем говорить о еще дополнительных 300 тысяч человек. Ну, в реальности даже 600 тысяч человек. Дело в том, что раньше, в 2015-2016 году, бесплатное питание получали дети в численности было 700 тысяч человек. Сейчас бюджет разных областей каким-то образом решает вопрос. И не больше 300 тысяч человек получает обеды. То есть, 400 тысяч детей не получает. Так вот, 400 тысяч детей, мы просто прикинули, эта сумма тоже небольшая, и это обойдется меньше 100 миллионов долларов. Это, по-моему, около 80 миллионов долларов я считал. Вот. То есть, вот вам, смотрите, грубо говоря, это считайте, что 1 миллиард 800 миллионов долларов. То есть, у нас еще в руках осталось минимум 1 миллиард 200 свободных денег. Теперь мы будем говорить о студентах. У нас студентов миллион человек. Стипендию получают в высшем учебном заведении где-то 20 тысяч тенге, и в среднеспециальных 16 тысяч тенге. Стипендам двукратно. Значит, вместо 20 тысяч тенге стипендию сделать 40 тысяч тенге, вместо 16 тысяч тенге в два раза больше 32 тысяч тенге. И это формирует расходы, даже если платить всем студентам высших учебных заведений, среднеспециальных, даже в частых, это дает еще плюс 500 миллионов долларов. То есть, это получается где-то приблизительно 2 миллиарда 300, а в наших уроках 3 миллиарда долларов. Вот 2 миллиарда 300 мы уже распределили. У нас еще в руках осталось 700 миллионов долларов. Как вы видите, мы еще можем деньги потратить, например, еще где-то 300 миллионов долларов потратить уже на техническое оснащение государственных учебных заведений. Аккуратный рост заработной платы преподавателей в среднеспециальных и высших учебных заведениях покрывает стипендию для выплаты всем студентам, даже в частных учебных заведениях. И все это, еще включитель включает бесплатное питание для детей первых четырех классов. Это все обойдется, включая технические инвестиции на высшие учебные заведения, среднеспециальные учебные заведения, все это обойдется всего лишь в 2,5 миллиарда долларов. То есть получается, что у нас денег в стране много. Когда премьер-министр говорит, денег нет, он просто лжет. Когда Назарбаев что-то обещает и не делает, он снова нас обманывает. Денег в стране много. Это я вам привожу только одну статью доходов. Одну статью доходов, связанную с экспортом нефти, пошлиной на нефть. Понимаете? Всего лишь. А у нас же сейчас и другие сектора работают. Когда деньги вливаются в экономику, то сразу на этом начинает зарабатывать малый и средний бизнес. Потому что они больше продают товаров и услуг. Одежды, мебели, продовольствия. Формируются новые рабочие места, в бюджет вливаются новые налоги. Минимум 20% от инвестиций, которые бюджет сделает, возвратятся обратно. То есть если бюджет потратит 3 миллиарда в страну, то сразу же минимум сверху 20% просто вернутся через налоги снова в бюджет страны. То есть страна, наоборот, получит новый толчок для развития экономики. Таким образом, передайте, пожалуйста, всем тем, кто работает учителями, работает преподавателем среднеспециальных учебных заведениях, мы им в состоянии поднять заработную плату в два раза. В два раза и без каких-либо проблем. Первое. Передайте всем своим студентам, друзьям, что мы в состоянии поднять и создать стипендии, не как нынешние 20 тысяч тенге и 16 тысяч тенге, в два раза увеличить. В два раза мы в состоянии увеличить, причем стипендии мы можем спокойно организовать для студентов, которые учатся в частных учебных заведениях. И последнее. Мы можем сделать бесплатное высшее образование и среднеспециальное без проблем. И на это всего уйдет порядка около 500 миллион долларов, которые в стране деньги есть. И также мы можем легко обеспечить, чтобы дети до 4 класса включительно получали бесплатные обеды в учебных заведениях. Это все есть, на все это есть возможности. Плюс, как минимум, около 300 миллионов или 500 миллионов долларов мы можем инвестировать в учебные заведения государственные и произвести их переоснащение техническое. Компьютеры, еще какие-то вещи. И у нас будут уже совершенно другие институты и университеты. Совершенно другие. Техническая оснащенность будет очень сильная. На это деньги есть. На все про все у нас уйдет максимум 2,5 миллиардов долларов. Максимум. И только доходы, связанные с экспортом нефти в виде пошлин, составляют порядка минимум 3 миллиарда долларов. Я потом еще расчеты сделаю и покажу, что это цифры в реальности больше. То есть, видите, как это правительство Назарбаева обманывает наших людей. Что будет делать Назарбаев? Он будет сейчас прятать эти доходы, которые поступают в нашу страну от деятельности экономики. Он что их делает? Он закачивает их в Национальный нефтяной фонд, потом оттуда начинает вливать свои банки. Каждый год он там минимум 10 миллиардов долларов закапывает. Он туда заливает, потому что это его банки. Потом это тянется, потом банкротку любая за 2 тенге. То есть, 8 миллиардов просто закопали. Понимаете? Вот почему он будет сейчас скрывать? Он не будет показывать их доходы. Они разным путем их будут заливать в Назарбаев. Из Назарбаев у него есть масса схем. Какие схемы? Он начинает покупать с частного рынка барахло всякое. Выкупать долю предприятий никому не нужных. И таким образом создавать убытки у государства. А эти деньги опять будут выходить из их карманы. Я хочу вам напомнить, что в ведущих европейских странах образование бесплатно. Это скандинавские страны, Швеция, Финляндия, Норвегия. Даже бесплатно для иностранцев. То есть, иностранец может приехать, получить знания по языку местного, бесплатно за счет государства обучиться, а потом учиться бесплатно в высших учебных заведениях. Такое же в Германии, такое же в Чехии, такое же бесплатное образование во Франции, в Италии. Ну, практически во всех ведущих европейских странах образование бесплатно не только для своих граждан, но и для иностранцев. Вообще, в странах европейского сообщества, для граждан европейского сообщества, вот там их живет свыше полумиллиарда человек, образование бесплатное. Ты живешь, например, в Литве, ты можешь приехать в Италию и получить бесплатное образование. Понимаете? Бесплатное образование – это как правило во всей Европе. А у нас мы платим деньги фактически в карманы Назарбая, потому что учебные заведения, ну, я уже говорил вчера, например, политехнический институт, они его присвоили, нархоз бывший присвоили. И ряд таких учебных заведений частными стали, и эти деньги затем наш народ платит в их карманы. Мало того, что они воруют через нефтегазовый сектор, недвижимость, в самых других разных секторах экономики, они залезли в образование, и теперь наш народ вынужден оплачивать им же. При этом они захватили эти здания огромные бесплатно, захватили университеты, институты бесплатно, эксплуатируют здания, сдают в аренду, получают дополнительные доходы, и еще народ отдельно плачет. Представляете, они вообще уже скоро действительно бомжей на улице на счетчик поставят. Субтитры создавал DimaTorzok Одним словом, я сегодня вам подробно объяснял, где взять деньги. Когда будут критики говорить, что денег нет, вы эти голосовые мои сообщения можете использовать, и легко доказать, что деньги они есть. Я потом еще буду делать письменные посты, мы сделаем видеоролики, где все, что я сегодня озвучил, мы прям в виде графика все это покажем. И мы просто затмем рот тем, на самом любом высоком уровне, который будет рассказывать, что денег нет, деньги есть, и вот они лежат, и мы должны их потратить на образование. Это то, что нужно людям, потому что без хорошего образования нет нации. Она будет отсталая, будет жить в захолустье, не будет знать, как развивать страну, не будет знать, как добывать, перерабатывать ту или иную продукцию, не будет знать, как развивать собственные производства. Образование в современном мире, все, без образования ничто. Вообще, даже если говорить об образовании, в принципе, она всегда была важнейшей частью жизни человека, потому что передовое общество имело передовое оружие, передовые технологии, могло себя защищать и даже завоевывать. По поводу завоевывать. Вот посмотрите, если мы будем экономически слабые, если мы будем слабо образованными, мы не будем в состоянии себя и прокормить, и защитить, потому что современный мир, современное оружие имеют различные военные технологии, которые стоят серьезных денег. Чтобы ими управлять, нужно хорошее образование, образованное население. Вы понимаете, образование насколько ключевой фактор? Поэтому я сейчас очень большое внимание уделяю именно образованию. Мало того, что оно затрагивает все население, без образования никуда. И мы должны дать доступ образованию нашей стране, нашей молодежи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 это урановая отрасль, это добыча разных руд, золота, производство алюминия, который у нас в стране производит, ферросплавов, угля и все прочее, вот в этих отраслях, по моим оценкам, работало суммарно около 2 миллионов человек. Сейчас меня опять эти вопросы снова-снова задают, я вижу, да? Я по ним готов еще раз подробно выступить. Более того, я по ним уже выступал много раз при том. Вам проще зайти ко мне, посмотреть мои выступления. Посмотреть еще нужно в интернет, зайдите в гугл, посмотрите, как развиваются страны, используя тельные активы, та же самая Норвегия, имела большие запасы нефти, добывала, и как она развивалась в Дубае. Но что такое Дубай и что такое отрава? Отрава живет порядка 600 тысяч человек, и это бедный регион. Их если сравнивать с Дубаем, это вообще просто нищий регион. Ну, посмотрите, Магистау добывает почти в два раза больше в Дубае. Тоже нищий регион по сравнению с Дубаем. Поэтому посмотрите в интернете, как можно за счет только одной нефти стартовать, и как перестроить всю страну. Я потом отдельно выступлю. Сегодня тема у нас только образование, и я объяснил подробно, где взять деньги для того, чтобы сделать образование бесплатным, поднять заработную учителям в два раза, в два раза поднять зарплату преподавателям в высших учебных заведениях и среднеспециальных учебных заведениях, как удвоить размер стипендии в учебных заведениях, как в среднеспециальных, так и в высших, и более того, каким образом, откуда взять деньги на выплату стипендии всем, включая частные вузы. Я показал, где взять деньги для того, чтобы оплачивать бесплатные обеды школьникам. Я показал, где взять деньги для того, чтобы провести серьезные инвестиции в техническое оснащение наших высших учебных заведений, государственных учебных заведений. Вот цель, собственно, это была. Поэтому я сегодня говорю узко именно по этой теме. Вот я вижу, здесь кто-то пишет, что Казахстан взял большой кредит для модернизации образования. Там, по-моему, порядка 51 или 52 миллиона долларов Казахстан дают. То есть это смешно. Для страны, нефтегазовой страны, которая имеет миллиардные доходы, получать помощь 50 миллион долларов, это, я считаю, позор. Тем более, что для нашей системы образования эти деньги вообще ничто. Я не знаю, куда они эти деньги. Наверное, сами съедят для различных проверяющих, контролеров и так далее. У меня здесь говорят на казахском языке, Ну, имеется в виду, что я, кто-то сказал, что якобы я агент ЦРУ. Я по этому поводу уже говорил. Я был бы рад быть агентом США или агентом Европы. Что бы это дало? Тогда бы наша страна экономически была бы развита так же, как Европа и Америка. А в чем суть агента? Чтобы перетянуть на свою сторону, правильно? На сторону Америки или в сторону Европы. Только мы им не нужны. Америка и Европа богатые. Они хотят, не хотят беженцев, нищих с наших стран, проблем, террористов и так далее. Им и так хорошо. Понимаете? Если они бы меня взяли агентом, я бы чего добился? Чтобы в нашей стране люди жили, как в Америке и как в Европе. А какой смысл другого? Быть агентом. Они только так и делают своим агентом, чтобы перетянуть на свою сторону, чтобы свою систему и образования, и жизни, образ жизни, доходов было так же в этой стране. Ну, собственно, как пришла Америка помогать. Сначала на войне победила Японию. Ну что Япония, ведущая страна. Был период, когда она просто обогнала за короткое время саму Америку. Америка стала конкурировать с Японией. Германия тоже такая же. Проиграла войну. Сейчас ведущая страна Европы. Значит, что? Куда приходит Америка, везде подъем экономики. Везде. Южную Корею посмотрите. Я могу так очень много стран перечислять. Куда пришла Америка, везде подъем. Куда пришли развитые европейские страны, везде подъем. Там, где приходят страны бывшего Советского Союза, типа России. Россия с кем дружит? В Венесуэлла, Северной Кореи. С Ираком дружил, с Адамом Хусейном. Он дружил со всеми странами, у которых был бардак, война, где их руководители сидели по 30-40 лет у власти. Поэтому, если бы я был агентом ЦРУ или агентом США, наша страна просто была бы демократической. Каждые 4 года президент страны менялся бы, и люди зарабатывали как в Америке. Хотите жить как в Америке? У нас полстраны убежала бы в Америку, если бы Америка приняла. И полмира туда бы убежала. Просто Америке это не нужно. У меня здесь спрашивают, будет ли бесплатной государственной программы для обучения студентов за рубежом. Так, елки-палки. Я же вам сейчас рассказываю, что вся Европа, бесплатное обучение, бесплатное, не нужно никакие государственные программы. Езжай и учись. Только язык там выучи, или имея сертификат знания английского языка, и пожалуйста, учись. Все эти вот эти балашаки и так далее, все это вообще никому не нужно. Речь только стоит о том, чтобы у человека была возможность проживать там. Это другой вопрос. На это субсидии могут быть со стороны государства. Но наши люди сейчас могут бесплатно обучаться в Европе. Ну, ребята, я сегодня уже все по митингам рассказал на 23 число. Я еще буду цифры рассказывать, более подробные, кому принадлежат учебные заведения, какие будут программы. То есть очень много будет рассказано о европейских странах. Мы будем сравнивать, какое образование можно получить в соседних странах, в той же самой России, Украине, Белоруссии. И вы убедитесь, что Казахстан просто серьезно отстает от этих стран. Просто серьезно. Вот это я все расскажу. И сейчас я хотел бы еще раз напомнить другие организационные вопросы. Не забывайте, что 31 мая мы проводим акцию ДВК. Админы, я прошу всю информацию по этой акции дать. И я призываю вас в этой акции участвовать. Она мирная акция. Это мы там выходим на таких памятных местах, применяем, используем наши голубые и синие цвета, различные ленточки развешиваем. И на эти акции приходим в синей и голубой одежде. Админы еще раз объявления дадут, мои посты выставят. Здесь еще пришли люди, видимо, которые работают на различных ТЭЦах, в энергетике. Шахтеры говорят, что у них зарплата. Но темы это мы будем отдельно обсуждать. Сегодня у нас тема отдельное образование. По шахтерам, в принципе, я в прошлом году, в ноябре, в декабре и в начале года много выступал. По нефтяникам тоже. Я призывал их организовывать свою защиту, бороться за свои права, организовывать стачки, забастовки и все прочее. Но шахтеры, к сожалению, и металлурги очень медленно двигаются. Собственно, это и нефтяников тоже касается. Уровень заработной платы в мире я дал. Все в ваших руках. Вы можете с нами сотрудничать, взаимодействовать. Мы окажем вам любую посильную помощь. Но помощь. Вы не ждите, что кто-то приедет и за вас там все организует и решит ваши проблемы. Вы должны сами бороться за свои права. Итак, ребята, я сегодня завершаю свое выступление. Все, что я озвучил, будет положено на видео. Будут посты. И поэтому в ваших руках будет оружие. И вы можете привлекать наших сторонников на митинг 23 июня. Также я напоминаю, что у нас есть план к 1 июня пополнить нашими сторонниками чаты. И я хочу еще раз напомнить, что именно ваша безопасность зависит от того, сколько наших сторонников существует в чате, сколько вообще у нас сторонников ДВК. Чем больше нас будет, тем более мы будем находиться в безопасности. Я сейчас хотел с вами попрощаться. До встречи в эфире завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok